МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже больше двух лет кустанаяц Адильбек Ердинбаев пытается найти хоть какие-то сведения о своих близких родственниках, пропавших на фронтах Великой Отечественной войны. Он ищет информацию о своем дедушке Имангали и его братье Мурзабеке. Они оба ушли защищать свою родину от фашистских захватчиков и оба не смогли вернуться домой. Их судьба для семьи на протяжении более чем 70 лет остается покрытой тайной. До сих пор неизвестно, где они захоронены, в каких войсках служили, в каких подразделениях служили, ничего пока неизвестно. Но по сводкам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации рассекреченные документы. В этих рассекреченных документах есть фамилии, это дедушки, Ирдимбаев Имангали и Ирдимбаев Мурзабек. Это упоминание в архивных документах для Адильбека не просто зацепка, а единственная ниточка, которая может привести к заветной цели – узнать, как сложилось и где прервалась жизнь героев их семьи. Дедушка Адильбека Имангали ушел на фронт в январе 1942 года. Тогда ему было 34. Его младший брат Мурзабек в армию был призван раньше, еще в 1939 году. 23-летним парнем он ушел служить в Эстонскую СССР. Начавшаяся Великая Отечественная война сделала обоих братьев стрелками. Но удалось ли им встретиться, где именно они служили, как и где погибли, до сих пор не ясно. Известна только дата. Оба брата значатся пропавшими без вести с того самого злопоучного для них обоих 1942 года. Мурзабек пропал в марте, а Имангали – в октябре. Я слышал, что он писал, но это письмо, по-моему, не сохранилось, что где-то он под Сталинградом воевал. Он говорил, что голову невозможно поднять. Голову, говорит, это пули, как дождь, как ливень, над головами свистят, даже невозможно голову приподнять. И вот я думаю, что мы найдем в конце-то концов. Эта история кустанайца Адильбека не единственная. В нашем городе и области по-прежнему остаются семьи, которым мало что известно о пропавших на фронте прадедах. Как, впрочем, и по всей территории бывшего Советского Союза. За годы Великой Отечественной войны на фронте погибло и пропало без вести столько людей, что назвать точную цифру этих потерь можно лишь с постоянной оговоркой. Ведь даже спустя годы новые места захоронений неизвестных солдат продолжают находить. Подсчет погибших среди советских людей за годы войны никогда не приходил к стабильной цифре и единому мнению. В 1946 году среди потерь называли 7 миллионов человек. Уже через 15 лет, в 1961 году, статистика предоставила новые данные. Согласно им, среди погибших и пропавших без вести значилось уже 20 миллионов. В 1990 году эта цифра произвела гигантский скачок. По оценкам некоторых специалистов, потери Советского Союза за годы войны составили целых 46 миллионов человек. Но на данный момент, по современным подсчетам, эта цифра все же считается завышенной. Согласно одним из последних данных за 2015 год, потери СССР составляют около 26,5 миллионов человек. «Красная армия достойно выполнила свой патриотический толк и освободила нашу отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти». Больше 6 миллионов 800 тысяч военнослужащих погибли во время сражений или скончались от ран уже в госпиталях. Еще 1 миллион 800 тысяч человек не вернулись из вражеского плена. Почти 7,5 миллионов гражданского населения буквально истребили, а больше 2 миллионов человек погибли на принудительных работах в Германии. «Великие жертвы, принесенные нами в войне от свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лечения и страдания, бережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в силу и на фронте, отданные на алтарь Отечества, не прошли дару и увенчались полной победой над врагом». Среди всей этой статистики подсчет без вести пропавших занимает особое место. Людей, которых нет ни среди погибших, ни военнопленных, к 2009 году насчитывало 2 миллиона 400 тысяч человек. Но ряд исследователей полагают, что эта цифра довольно сильно занижена. Так или иначе, но точному подсчету пропавших препятствует сразу несколько причин. Во-первых, наступление фашистской армии в начале войны было стремительным. Враги сметали все и всех на своем пути. Во-вторых, опознания убитых солдат и гражданских зачастую не проводились. И к тому же война проходила на огромной территории в течение долгих лет. Обнаружить в этих условиях что-либо с предельной точностью становится порой фантастически сложно. Когда, где и какой солдат мог сразиться с наступающим врагом и погибнуть в этой схватке, очень часто так и остается неизвестным. Среди всех жителей Кустанайской области на фронт за годы войны отправились 73 300 человек. Погибшими и пропавшими без вести из них стало почти половина – 36 664 человека. Некоторые кустанайцы до сих пор продолжают разыскивать сведения об этих людях. Но таких энтузиастов немного. Поиском зачастую занимается или родственник, заинтересованный в судьбе своих прадедов, или человек, движимый самой идеей – залатать белые пятна истории. Один из таких людей – бокалист Леов. В прошлом школьный военрук из города Табыл. Однажды ко мне пришло письмо от моего дяди, который в Павлодаре. И он прислал радостную весть. Через 49 лет он нашел нашего дедушку, который без вести пропал во время войны. Он, оказывается, погиб в Винницкой области. Он делал столько запросов везде военкомат, через военкомат. И он нашел. После этого, однажды, чисто случайно, в том же году, одна женщина приходит. Я была, просто так стояли, разговаривали на парад 9 мая. И она ездила в Ленинград, и мы на захоронение моего деда. Я говорю, как деда, где? Да, вот так и в Ленинграде, на Синявских высотах погиб у нас дед. И мы ездили на захоронение. На Синявских высотах погибли наши земляки, кустанайцы. И поэтому мне этот материал сильно заинтересовал. Были фотографии, она привезла фотографии. Мы начали рассмотреть фотографии, и мы заинтересовались этой работой. На тех фотографиях 2006 года была запечатлена церемония захоронения останков, найденных солдат и офицеров. Из 805 обнаруженных тогда на Синявских высотах останков, лишь 17 можно было опознать по найденным медальонам. В них были указаны имена солдат. Зная, что среди тех, кого нашли, могли оказаться кустанайцы, Бакали решил убедиться в этом. Он стал проверять информацию по фамилиям солдат, который увидел на привезенных фотографиях. Среди них оказался и уроженец другой области Казахстана. Когда мы рассматривали фотографии, мы нашли фотографию, где там какие-то надписи. И мы решили на компьютере увеличить ее. И прочитали здесь Улеска Илья Лукьянович. И мы это решили, сразу прочитав это, решили узнать, кто такой. И вот мы сделали запрос, а он, оказывается, уроженец из Семипалатинска. Мы сделали с Семипалатинска запрос. И вот с Семипалатинска пришел запрос с этого военного архива, который расположен в городе Семей. С смертными медальонами обычно пишут свой адрес проживания и кто там у него проживает. И вот здесь было написано Улеска Наталья Фроловна. Она, оказывается, умерла 20 лет тому назад. И поэтому больше этого родственников нет. Неудача в розыске родных погибших – частый спутник поисковиков. Но Бакали не терял надежды, а потому вновь и вновь изучал все новые фамилии из медальонов, найденных среди останков солдат. В этом деле Бакали помогали его ученики. Вместе они отправляли запросы, изучали старые газеты и документы и выезжали на места, где когда-то жили погибшие солдаты. У любого военно-рука, который работает в школе, есть такие возможности, допустим, начать любую поисковую работу. Потому что каждый раз по телевизору, в эфире всегда слышно. И если где-то мы слышим про наших земляков, мы начинаем звонить, узнавать, где кого нашли, как. И если даже мы не можем, допустим, связаться, мы по районам, допустим, недавно по ВКонтакте вышли в списки тех наших земляков, которых нашли в Беларуси. И там поисковые отряды работали, и они нашли там смертные метальоны и списки выслали. Это списки тех, которые без вести пропавших. И вот мы с детьми рассылали по всем контактам, по WhatsApp, чтобы можно найти кого-нибудь из тех, кто там перечислен. Кустанайские поисковики – добровольцы, из числа любителей истории и просто неравнодушных людей. Профессиональных отрядов, разыскивающих сведения о пропавших солдатах, в регионе нет. Да и во всем Казахстане обнаружить такой отряд – задача сложная. Но недавно в стране появилась организация, занимающаяся поиском военнослужащих, исчезнувших во время Великой Отечественной войны. Находится она в Нур-Султане. Мы объединились. Это те, кто ищет своих дедов. Мы объединились и тогда приняли решение. Почему бы не организовать такую организацию, которая занималась бы этим профессионально. Подобрать людей, сделать так, чтобы я, допустим, если ищу, я мог отправить запрос, а уже профессионалы сами занимались бы этим постоянно. Потому что работа очень кропотливая и скрупулезная, требует постоянного присутствия и определенных знаний. Объединение энтузиастов, которые сами занимались поиском по 10-15 лет, переросло в профессиональное занятие. Специалисты продолжают находиться в разных городах Казахстана, но имеют общий центр в столице. Поиск информации о пропавших без вести солдатах ведут, опираясь на сведения двух основных архивов Российской Федерации – Подольский и Госпитальный в Ленинградской области. Но даже там сведения о казахстанских бойцах найти бывает не так просто. Чтобы узнать, где захоронят солдат, приходится использовать любые зацепки. Бывали случаи, когда находили просто по фамилии командира. Вот, к примеру, наш дед такой-то, такой-то, пропал без вести. Мы говорим, а что есть, какие сведения, допустим, он присылал. Они говорят, у нас есть там письма, которые он присылал. Мы обязательно запрашиваем письма дополнительно для того, чтобы понимать. В письмах он говорит, у меня великолепный там командир, командир батальона, там, Иванов, Петр Сергеевич и так далее. Наш поисковик, зная, что Иванов Петр Сергеевич является командиром 5-го батальона 125-й стрелковой или там танковой дивизии, он отслеживает теперь вот этот батальон, где он воевал, и его сведения. И благодаря вот этому командиру, то есть он смотрит, если этот боец говорит, что он служил у него, то есть он смотрит, какие были донесения, где они проводили бои. Мы находим, допустим, рапорт, где это действительно командир батальона Иванов пишет, что да, прошли бои в районе города такого-то, были потери, и вот такой-то боец был погиб. И мы смотрим, он похоронен там, допустим, у поселка Дубосеково. Мы задаем запрос, да, действительно. В сведениях, допустим, Министерство обороны не значится, а на стыле, где похоронены бойцы, там написано фамилия этого бойца, которого мы ищем. Пропавших без вести ищут и среди военнопленных. Зачастую информации о них в российских архивах нет, но данные остались в так называемых саксонских списках, которые теперь можно найти в открытом доступе на основе сведений из концлагерей Германии. На военнопленных, которые попадали туда, заводили карточки с указанием их фамилии, даты и месторождения, а позднее и даты смерти. Теперь этот список – еще один способ узнать о судьбе постигшей бойцов Красной Армии в годы войны. Казахстанских солдат среди погибших в лагерях Германии насчитывают порядка 50 тысяч. Недавно нам энтузиасты посольства передало список из Норвегии. То есть 62 человека, которые были призваны из Казахстана, они похоронены на территории Норвегии. Представьте, они были захвачены в плен, тоже, видимо, там содержались и там погибли. Эти сведения сейчас приходят, и наша задача – найти сейчас их родственников. Вот здесь возникают большие сложности. Я говорю, из собственного опыта, из нашей работы, мы где-то порядка трех тысяч имен уже скачали, карточек, и разослали по всем территориям, по всем региональным акиматам. К сожалению, из трехтысячного списка мы могли определить найти родственников только пяти человек. Отыскать близких погибших солдат сложно от того, что не в каждой семье передается и сохраняется о них память. Ушедшие на фронт молодые солдаты порой погибали, так и не оставив потомков. А их сестры и братья, со временем став дедушками и бабушками, не передали уже своим внукам точных данных о том, когда родился и где воевал их близкий, пропавший без вести. Порой и молодое поколение не проявляет к такой истории должный интерес. Все это выливается в печальную статистику – без вести пропавшие так и остаются безымянными. Но вот семье бойца Терентия Сомова повезло. Его дочь Нина Чепанова – уже пожилая женщина. Но все годы, как ее отец пропал на войне, о Нине тогда было 10 лет, она не переставала хранить о нем память и смогла передать ее своим внукам. А те при поддержке поисковиков помогли ей отыскать информацию о погибшем отце. Уже последний раз я его помню, когда он с партизан пришел, а мы с тюрьмы пришли от немцев. И он нас на поле встретил случайно. И вот тогда мы поехали к нам в деревню. Вот он с нами неделю пробыл и ушел, и на этом все. Его мама в тюрьме сгорела там, а мы остались живые. Мама, сестра и я. И больше мы его не видали. Чтобы узнать, что произошло с Терентием Сомовым, его семье потребовалось больше 70 лет. Продвинуться в поисках удалось его правнучке Елене, которая решила во что бы то ни стало отыскать правду о своем предке. А помогли ей в этом неравнодушные люди, которые и сами раньше сталкивались с историями пропавших без вести. Я изначально, когда решила, три года назад начала, пошла вначале в городской совет ветеранов. Там мне сказали, вы проживаете в Затоболовку, обращайте в Затоболовке. У меня, естественно, пустились руки, я уже опять расстроенная вернулась. Начала по библиотекам ходить. Думала, может, что-нибудь в библиотеке найду. В библиотеках тоже у нас ничего не нашла. В прошлом году я пошла в наш Затобольский совет ветеранов. Там Ильвинская Вера Яковлевна выслушала меня и подсказала мне обратиться к Ашалка Михаилу Ильичу. Он, говорит, занимается такими делами, и первый, которому помог он в этом. И мы с ним вместе работали, он помогал мне в многом. Большое спасибо ему, потому что он много подтвердил информации. И совместно с ним он смотрел по подтверждениям российские. У него есть какой-то свой сайт, то, что там он смотрел в действительности или нет. И вот благодаря ему он помог. А мы потом писали заявку Министерства обороны Российской Федерации. Оттуда нам пришел ответ, и вот мы получили удостоверение. Терентий Сомов оказался героем. Он выносил с поля боя раненых солдат и командира. За это он был достоин двух медалей за отвагу и ордена Красной Звезды. Удостоверение к этим наградам только в этом году передали его дочери. Согласно сведениям из российских архивов, Терентий Сомов пропал без вести в 1944 году. Но его правнучке Елене удалось узнать, что он погиб позже, на территории Германии, прямо перед победой. 29 апреля 1945 года. Теперь Елена мечтает узнать о точном месте захоронения своего прадеда и посетить его, отдав дань памяти. К профессиональным поисковикам за полтора года из Кустанайской области обратились порядка 50 человек. Около половины из них уже получили подтверждение о найденных сведениях о пропавших родных. Обнаружить данные получается порой даже за пару часов, благодаря интернет-базам и доступной информации из архивов на сайтах. Но надеяться, что такой поиск всегда проходит быстро, не стоит. Иногда на него могут уйти месяцы и даже годы. Есть те, кто действительно не захоронен. Очень большое количество бойцов во время войны засыпал и так далее. В России есть самая крупная организация поискового движения России, которая занимается этим вопросом. Оно включает в себя 14 тысяч поисковых отрядов. Это поисковые отряды, это те, кто приезжает на поля сражений и проводит поисковые работы, раскопки прямо на месте. И с каждым годом все больше останков бойцов они поднимают. За этот год в Казахстан привезли останки пяти красноармейцев, обнаруженных на территории России, и еще одного на территории Украины. Однако среди них нет ни одного солдата, который был бы уроженцем нашей Кустанайской области. Тем не менее, надежда для родственников пропавших без вести остается. С каждой новой находкой поисковиков. Сейчас на экспертизе в России находятся останки девяти бойцов Красной Армии. Если их идентифицируют как призванных на фронт с территории нынешнего Казахстана, то уже в следующем году они смогут обрести покой на родной земле.